Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной, заключительной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки, подводим итоги прошлого торгового дня и смотрим, как действует дальше. Хотя сейчас нам нужно просто торговать этот день и спокойно уйти на выходные. Пользуясь возможностью, хочу пожелать вам, безусловно, отдохнуть, потому что уже на следующей неделе мы снова ринемся в бой. Сегодня продолжим следить за макроэкономическими отчетами и сразу хочу подготовить вас к тому, что на следующей неделе у нас целый блок серьезнейших данных. И прежде всего они будут касаться индекса потребительских цен, инфляции сразу Англии, Еврозоны и США. Вы знаете, что для этих трех, по сути, регионов и, соответственно, для регуляторов, которые стоят за ними, именно показатели инфляции являются определяющим моментом для возможных дальнейших изменений монетарной политики. Поэтому продолжим следить, анализировать и искать сигналы, которые позволят нам убедиться в том, что наше позиционирование, которое предполагает все еще ослабление рисковых инструментов и роста доллара, по-прежнему оправдано. Собственно, сегодня мы, давайте не будем отходить от нашего традиционного сценария, вернемся сначала к перспективам и текущей ситуации, которая складывается на рынке энергоресурсов, потом плавно перейдем к рублю, евро, фунт, доллар японская, иена австралиец, ну и коснемся еще нескольких валютных активов, которые вчера отличились в рамках дня. Прежде чем перейти к нефти, хочу сразу отметить про вчерашнюю торговую сессию. Я думаю, что и без меня вы можете охарактеризовать ее, судя особенно по динамике японской валюты и золото исключительного роста и укрепления этих активов, то, что трейдеры делали активную ставку на уход в защиту и, соответственно, на непринятие риска. Действительно, рисковые инструменты спросом не пользовались, и произошло это по причине в ног возникших опасений за будущие темпы экономического роста мировой экономики. Уже избитая тема, но периодически она дает о себе знать, ну а нам приходится только констатировать вот это изменение рыночных настроений и понимать, что это очень подвижная такая субстанция. И трейдеры очень быстро пересматривают свое отношение к риску и, соответственно, уже меняют с негатива собственный настрой на какие-то оптимистичные тенденции, которые и способствуют уже дальнейшему росту рисковых инструментов против, соответственно, защитных активов. Если мы вернемся все-таки к глобальным трендам, я хочу сделать акцент на то, что сейчас, может быть, опасения не совсем и на пустом месте, потому что, если посмотрим на еврозону, да, действительно, сейчас, как никогда, актуальные риски Брекзита. Мы приближаемся к референдуму 23 июня. Если дело дойдет до окрайности, то есть выпадение Англии из состава Европейского интеграционного союза, значит, трудно будет оценить последствия как для Англии, так и, собственно, для ЕС. Кроме того, на этой неделе снова мы вспомнили о Греции, потому что очень много мы слышали обвинений в нерасторопности греческого правительства в реализации тех реформ, которые стали базисом и основой для получения третьего транша критерной поддержки от тройки критеров, то есть от МВФ, Европейской комиссии и Европейского центрального банка. Сейчас вроде бы эту тему спускают на тормозах. Последние сообщения от Министерства финансов Германии, то, что окончательно этот вопрос будет решен уже до конца этого месяца, то, что списание долга по-прежнему не рассматривается, но мы уже понимаем то, что Греция снова постепенно подбирается к новому, скажем, новой вершине эскалации вот этих проблем, которые уже некогда давали о себе знать. Это еще один риск для стабильности и целостности всего валютного блока и, соответственно, потенциальный фактор долгосрочной разгрузки для главного валютного риска. Что касается также Китая, в частности, на следующей неделе, также готовлю вас, у нас будет целый блок макроэкономических данных по поднебесной роничной продаже, промпроизводству, инвестиции, капиталовложения в народное хозяйство и отчет по ВВП. По-моему, в среду эти данные выйдут. Мы, разумеется, будем держать руку на пульсе, и я расскажу вам о том, какие отчеты и что, в принципе, можно будет ожидать дальше, на что можно будет делать ставку по факту выхода слабых. Но я считаю то, что действительно отчеты будут, скорее всего, основа слабой, потому что за последнее время у нас не появилось ни одного повода, позволяющего предположить, что Китай пережил самые худшие времена. Мы знаем про позицию ФРС, которые также ссылаются на глобальные риски, видя то, что ситуация ухудшается. Мы видим прогнозы от Всемирного банка, от S&P, от Fitch, от Modis по темпам экономического роста. И видим то, что эти ожидания, которые предполагали, кстати, на 2016 год, более-менее неплохие показатели, сейчас скорректируются в сторону снижения. Поэтому то, что трейдеры периодически вспоминают о подобной угрозе, может быть, это совсем... Ну, может быть, это действительно оправдано, но нужно понимать, что какого-то долгосрочного продолжения, скорее всего, такого воздействия и изменения рыночных настроений не будет. Поэтому не позволяйте рынку, скажем, переведить вас в том, что нужно отказываться от тех идей, которые вы использовали, заняли в качестве основы для вашей инвестиционной позиции ранее. Давайте теперь перейдем к нефти. Есть о чем поговорить снова, потому что, несмотря на старание отдельных медведей, затащить все-таки этот актив ниже 40 долларов за баррель, мы видим то, что быки по-прежнему присутствуют в расположении этого актива и не очень хотят сдавать позиции. Клод вчерашнего дня 39.63, хотя если мы посмотрим уже на сегодняшнюю азиатскую торговую сессию, актуальные котировки 40.10, допускаю, что нефть смогла подрасти даже еще выше. То есть сопротивление сейчас уже является поддержкой, и если все пойдет по маслу, по тому сценарию, который мы стали закладывать в основу динамики бренда, то мы увидим еще более высокие ценовые значения. Как минимум 41 и в идеале бы, конечно же, подобраться до отметки 41.50. Трейдеры, на мой взгляд, продолжают руководствоваться все теми же факторами, которые мы с вами анализировали вчера. То есть пять причин, которые подстегивают сейчас интересы к позициям черного золота, они сохраняют актуальность. Но самое важное из них – это ожидание того, что 17 апреля будут достигнуты какие-то соглашения. В частности, вчера, когда я ссылался еще на позицию Кувейта о том, что есть признаки того, что договоренности будут, я забыл упомянуть о том факте, что Кувейт полагает, что стороны смогут договориться даже без позиции Ирана. Интересно, конечно же, было слышать это, но я хочу, чтобы вы особо на такие заблуждения не поддавались. Особо это посыл для тех, кто долгосрочно верит в ослабление нефти. Я, собственно, верю в то, что худшие времена для нефти еще не позади и полагаю, что какой-то договоренности мы все-таки не достигнем. Но до 17 апреля вот этих спекулятивных ожиданий, их будет достаточно для роста, а потом мы уже с вами развернемся с процентной вероятностью в 99% вниз. Кувейт считает то, что без Ирана можно будет выйти на так называемый общий базис, на общий знаменатель и компромиссное решение. Я полагаю, что без Ирака и Ирана изменить физическую картину предложения на рынке не удастся, потому что как раз вот эти дополнительные объемы, которые создают гиперизбыточность предложения, они идут как раз прежде всего со стороны Ирана. И тем более, что Иран продолжает увеличивать производство и до середины 2017 года планирует довести этот показатель до 4 миллионов баррелей в сутки. Сейчас их план реализуется весьма замечательно, может быть даже гораздо более ускоренными темпами, чем они планировали ранее, потому что на текущий момент уже производство превосходит 3 миллиона баррелей в сутки. Иран уже неоднократно сообщил о том, что не собирается поддерживать никакие инициативы ни по снижению объемов производства, ни по заморозке, потому что после снятия санкций у них есть своя идея, свой посыл добраться до прежних уровней, которые были свойственны для них, и, соответственно, создать прежний эффект достаточности для национального федерального бюджета. Мы понимаем то, что Иран, скорее всего, с этой тропы не свернет. Саудовская Аравия заявляла о том, что без Ирана она также не будет поддерживать эти инициативы. Поэтому заседание 17 апреля будет очень интересным. Мне будет приятно, конечно же, последить за новостным фоном. Я обязуюсь это сделать, поэтому если в воскресенье 17 апреля вы не найдете время из-за воскресного дня на то, чтобы также просмотреть самые интересные комментарии по факту заседания, не переживайте, потому что в понедельник мы с вами традиционно встретимся, и я расскажу вам о всем самом интересном. Сейчас по бренду еще в качестве локальной поддержки резонирующий эффект от снижения запасов. Я полагаю, что сейчас мы входим уже в сезонные тенденции, связанные с тем, что запасы будут снижаться, поскольку возрастает спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов, поскольку растет спрос на бензин, опять же, на летний сезон. Еще хочу отметить, что сегодня будет и локальный фактор, который, полагаем, может стать локальным фактором поддержки для нефти, потому что в 20.00 по московскому времени выйдет традиционный отчет от Baker Hudges, который анализирует количество буровых платформ США. На протяжении последних месяцев мы видим, как количество буровых за редким исключением в рамках недель падает. Если эта неделя также не станет исключением и не прервет эту тенденцию, значит, у Brent появится возможность набрать еще несколько центов за баррель и приблизиться к нашей каткосрочной цели в 41,5. Я с точки зрения вот этих ближайших ориентиров именно на это значение и продолжаю делать ставку. Российская валюта 67,84 рубль получает поддержку от роста котировок нефти. Сейчас, если мы посмотрим ситуацию, которая складывается на российском фондовом рынке, очень много оптимизма, связанного с тем, что 17 апреля стороны смогут договориться. Понятно, что, скорее всего, эти ожидания весьма наиграны, потому что те, кто объективно смотрит на ситуацию без, скажем, каких-то ненужных заблуждений, понимают, что шансов на договоренность нет. Но поскольку у позитивной тенденции это редкость для российской фонды, мы понимаем то, что рубль пользуется этой наивной поддержкой сейчас и, в принципе, отстаивает свое локальное, ключевое слово, лидерство против основных конкурентов. Наша цель с вами на ближайшие несколько дней 67, я считаю то, что до 17 апреля мы увидим 41,50 по бренду и, соответственно, 67 по USD, а потом уже будем снова возвращаться к прежним трендам, связанным с возможностью еще больше девальвации. Европейская валюта против американского доллара. Актуальные котировки 1,1365 видим то, что медведи вроде бы как начинают прессинговать, но весь этот локальный тренд длится недолго, поскольку быки также не дремлют, по сути, выкупают все снижение, которое мы видим в рамках дня и сохраняют потенциал на еще большую реализацию дополнительного роста. Напоминаю, что по-прежнему верю, что пара евро-доллар сможет уйти в район 1,15, потому что полагаю, что значения, с которых мы сможем уже тотально распродавать главный валютный риск против доллара, находятся выше текущих рубежей. И если бы евро позволил уже всем медведям навалиться всем весом на себя, мы бы увидели это гораздо раньше. Но сейчас евро активно противостоит всем вызовам, которые появляются на площадках и не позволяет себя распродать больше, чем положено. Поэтому узкий канал консолидации сохраняется, и это только подтверждает тот факт, что рынок готовится основу к рывку, который может завести пару евро-доллар еще выше. Вчерашний день с точки зрения релизов, которые по статистике были посвящены европейскому региону, их, собственно, не было. Но без инфоповодов трейдеры не остались, потому что у нас на повестке было три конференции чиновников, представителей Европейского центрального банка и ФРС. Начался день с конференции главного экономиста ЕЦБ Питера Прайта, который в очередной раз очень много говорил про инфляцию, отметив то, что крайне низкие значения могут стать причиной, из-за которого ЕЦБ снова пойдет на снижение процентной ставки. И, в частности, он подчеркнул, что если проблему с дефляцией сейчас не удастся решить, в ближайшее время тогда экономика валютного блока снова погрузиться в тотальный экономический кризис. А, на мой взгляд, Еврозона так и не преодолела его. Допускаю, что как раз подобные комментарии, собственно, и усилили глобальные рыночные опасения за то, что мировая экономика снова входит в эту фазу неопределенности, которая будет выражаться в негативные тренды. Но, как бы то ни было, слова о Прайта оказали свое воздействие на рынок, и мы видели, как трейдеры тут же поперли в защиту, в золото, в американские облигации и, соответственно, в динамику японского валютного актива. Истафету главного экономиста ЭЦБ перенял уже председатель Европейского центрального банка Марио Драги, который в этот раз предпочел не касаться денежно-кредитной политики и перспектив дальнейшего монетарного курса. Поэтому он ничего не сказал, а значит, у меня нет возможности что-то рассказать вам. И уже под завесу дня, хотя можно говорить по московскому времени, это уже было сегодняшнее раннее утро или ночь, 0.30 по московскому времени, выступление Джанет Йеллин. И сегодня, когда я анализировал уже протокол этого выступления, в целом, вы знаете, я увидел даже намеки на жесткость, потому что Джанет Йеллин отметила, что индекс потребительских цен, инфляция постепенно смещается к целевому значению в 2%, статистика улучшается, рынок труда чувствует себя лучше, чем несколько месяцев назад, общая макроэкономическая картина также улучшается, и то, что повышение процентной ставки неизбежно, пусть и последовательными, более монотонными темпами. То есть до конца этого года мы увидим еще, как минимум, одно изменение монетарной политики, и, в принципе, Джанет Йеллин это совершенно недвузначно и недвусмысленно признала. Если статистика дальше будет способствовать тому, что инфляция вырастет на следующей неделе, как я уже отметил в начале этого брифинга, у нас как раз индикатор инфляции, может быть, это станет как раз сигналом, чтобы и Джанет Йеллин, наконец-таки, более официально изменила свои позиции и в ходе обсуждения возможности повышения ставки на предстоящие месяцы уже высказалась в более жестком ключе и отдала свой голос за подобное решение. Поэтому доллар сейчас очень многие считают чрезмерно перепродан. Я думаю, что вы также разделяете эту позицию, я уж тем более разделяю эту позицию. Значит, в ближайшие дни, в ближайшие недели, если не дни, мы увидим разворот американца, который, собственно, и поспособствует нашей реализации той идеи, которую поставили ранее по росту американца против, соответственно, основных активов и особенно против японского валютного актива. Что касается других инструментов, фунт продолжает числиться в числе аутсайдеров, снижается. Актуальные котировки 1.40.64. Уверен в том, что при совсем оптимистичном сценарии до конца сегодняшнего дня мы сможем добраться до поддержки 1.40, но если этого не произойдет, не переживайте, в последующие дни точно коснемся этого уровня. 64 пункта остается, если котировки не изменились за существенные, не изменились за последние минуты. Это ерунда для дневного хода, учитывая то, что за день фунт может показать движение даже в диапазоне нескольких фигур. Ключевой риск – это Брекзит, выход Англии из состава ЕС. Действительно актуальная тема. Мы к ней снова и снова будем возвращаться. Как только появятся новые данные общественного мнения, я думаю, что они позволят нам уже прийти к выводу, что перевеса в пользу того, что Англии можно стать уже самостоятельным государством. Для Англии это риск, для еврозоны может быть даже еще больше риск и негатив для евро, ну и, собственно, так же, как и для других рисковых инструментов. Поэтому до этой темы мы с вами будем на этой теме кататься вплоть до 23 июня. Постфактум еще резонирующее воздействие растянется на несколько недель, может быть, даже месяцев. И мы увидим с большей долей вероятности даже куда более низкие ценовые значения, чем уровень 1.35. Я напоминаю то, что долгосрочная цель – это и вовсе 1.30 по паре пункта доллар. Сегодня из важных отчетов стоит обратить внимание на динамику промышленного производства. В частности, этот релиз состоится в 11.30 по московскому времени и в 17.00 в ОВП Англии. Настраиваться на хорошие отчеты явно не стоит. Чтобы дополнительно убедиться в этом, посмотрите на содержание экономического календаря и прогнозы экспертов. Ожидается плохая статистика. И вот как раз если будет именно так, мы сможем убедить как раз в уровень 1.40 до конца торговой сессии. Поэтому продолжаю делать ставку на краткосрочные, средние, долгосрочные распродажи фунта против доллара и полагаю, что это самое лучшее инвестиционное решение, которым сейчас можно руководствоваться на рынке. Доллар японская иена вчера достигла минимальных значений с октября 2014 года. В частности, минимальный уровень 107.66. Если мы вспомним про пробитие серьезной поддержки на отметке 110.60, пара очень быстро свалилась на 300 пунктов. Очень, скажем, сейчас много разговоров о том, почему же Банк Японии без действий, где же эти обещанные валютные интервенции, которые нам обещали еще на отметке 110 как минимум. Банк Японии сохраняет выжидательную позицию, но я напоминаю вам, что буквально уже через несколько недель у нас очередное заседание Банка Японии, где будут пересматривать текущую программу количественного смягчения. Может быть, Банк Японии сразу обойдется без валютных интервенций и перейдет к непосредственным фактическим действиям. Вероятность того, что интервенции будут, нарастает с каждым пунктом, с которым, скажем, пара USD-иена продолжает снижаться вниз. Вчера из отчетов можно было отметить заявки на пособие по безработице. Снова хорошая цифра, 267 тысяч заявок. Это очередной, скажем, индикатор пребывания показателей ниже 300 тысяч. Это позитив для американского рынка труда, хотя за последние три месяца мы ни разу плохо не отзывались об этом секторе американской экономики. На доллар почему-то сейчас никак не оказывают влияние комментарии Эванса, а Мейстер, комментарии Вильямса, которые уже, по сути, просигнализировали рынку о том, что отдадут свои голоса за повышение процентной ставки, видимо, определяющими являются все-таки слова Джанет Йеллен. Ну а здесь, как я отметил, мы все-таки уже продолжаем постепенно смещаться в пользу того, что Джанет Йеллен в ближайшее время все-таки перейдет от голубимных намеков на более ястребиные и разделит позицию тех голосующих членов, которые высказываются в пользу того, что лучше раньше начать постепенное повышение процентной ставки, чем затянуть с этим слишком. Также вчера вышел неутешительный прогноз Фитча по поводу японской экономики. В частности, Фитч отметил, что при неизменности текущей ситуации государственный долг правительства до конца 2016 года увеличится в процентном эквиваленте по отношению к ВВП до 250%. На мой взгляд, это катастрофа. И Фитч также отметил, что если статистику не удастся улучшить в ближайшее время, то тогда прогноз будет выставлен Японии на пересмотр, что негативно скажется в перспективе нескольких лет на экономике в целом. Полагаю, что быстрее это скажется на валюте, тем более, что японский валютный актив уже слишком, скажем, далеко забрался и находится на абсолютно необоснованной для себя уровне. Ждем 112. До этого значения уже с текущих отметок очень далеко, поэтому смотрим, как закроется сегодняшняя торговая сессия. И в понедельник я предложу вам уже более приближенный и приземленный ценовой ориентир. Поэтому в понедельник снова, как и всегда, будем говорить с вами про перспективы пары USD и иена. Буду рад видеть вас всех на брифинге. Еще хотел сказать про австралийца против доллара. Сейчас у нас котировки 0.7535. Трейдеры указывают в пользу того, что австралиец крайне перекупен. Сейчас даже покопался немного в технике. Очень много индикаторов. Практически все сигнализируют о том, что стоит ждать в ближайшее время разгрузки. Полагаю, что в ходе следующего заседания Резервного банка Австралии можно даже замахнуться на возможность увидеть еще одно снижение процентной ставки. Вероятность этого увеличится, если данные по рынку труда в Австралии на следующей неделе в очередной раз укажут на слабость этого сектора. Поэтому по австралийцу я снова призываю вас к тому, чтобы этот актив распродавать и, соответственно, смещаться в сторону следующей поддержки 0.70. Нововзеландец против доллара 0.6785. Ждем отметку 0.65. USDCAD также без изменений. Идем на уровень 1.35. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube либо использовать форум Amarkets. Впереди выходные. Снова призываю вас к тому, чтобы хорошенько провести время. Потому что на следующей неделе нас ждет, скорее всего, очень серьезная волатильность. Потому что будем анализировать ключевые индикаторы, способные повлиять на дальнейший монетарный курс как ЕЦБ, так и Банк Англии и, соответственно, Американской валютной... Точнее, Американской федеральной резервной системы. Отмечу также, что из отчетов, помимо промпроизводства, сегодня по Англии стоит обратить внимание еще на выступление Дадли, представителя ФРС в 15-30. Хотя формулировки голосующих членов сейчас особо никак не сказываются на американцах. Но для общего развития, я думаю, будет не лишним посмотреть за еще одной позицией представителей ФРС. Тем более, что мы продолжаем копить уже такую единую позицию, настраиваясь на то, что в ближайшее время у нас уже будет большинство за то, чтобы отдать... Точнее, большинство за то, чтобы проголосовать в пользу повышения процентной ставки. Ну и в 20.00, как я уже отметил, это отчет, который будет интересен нефтяникам. По числу буровых в США ждем снижения и локальной поддержки для бренда и нефти марки WTI. На этом все. Большое спасибо за внимание, хорошей торговой сессии и удачного завершения недели. Всего доброго. До свидания.